Самарская публика в ожидании. На сцене выступят лучшие басы страны. Фестиваль оперного искусства проходит уже в десятый раз и опять в зале «Аншлаг». В программе фестиваля знаменитые оперы Борис Годунов и Аида. Музыка Сверидова вообще очень красивая. И романсы хочется послушать. Так что надеюсь, что очень приятно будет послушать все выступления. Просто хочется узнать, какие у нас в 21 веке хорошие голоса. Россия по праву считается страной басов. Великий Шаляпин, Максим Михайлов и Григорий Пирогов. Бытует мнение, что сама природа русской земли рожает эти мощные голоса. В отличие от Италии, богатой на сладкоголосые тенора. Фестиваль басы 21 века был создан, чтобы показать. Уровень самарских певцов ничуть не ниже столичных. Солист Самарского театра Андрей Антонов принимает участие в фестивале с первых лет его существования. Три участника всего было в первом фестивале. И он был такой российского больше значения. А сейчас и спектакли у нас, и галоконцерты, и просто концерты большие. К выступлению готовятся и приглашенные гости. Басы из Санкт-Петербурга и Москвы. Заслуженный артист России Владимир Кудашев в Самаре уже в четвертый раз. Говорит, выступать здесь особенно приятно. В этом году первый концерт фестиваля посвящен столетнему юбилею композитора Георгия Сверидова. Многие произведения автора требуют большой подготовки. Сверидова просто так с кондачика, конечно, не возьмешь. Это очень сложное произведение. Вот кажется, со стороны кажется, что вот просто так вот взял, вышел, человек поет. И никаких там, никаких локальных проблем нет. А и, скажем там, тоже смысловых проблем. А вот просто так спеть его невозможно. То есть здесь нужен очень серьезный труд. Столицей басового пения Самара будет одну неделю. Завершится фестиваль большим галоконцертом 3 декабря. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.